Здравствуйте, мои дорогие! Сейчас хочу с огромным удовольствием сделать обзор на любезно предоставленную мне косметику от магазина BB Face. Я ссылочку внизу обязательно скину на этот магазин, так что зайдите, посмотрите. В инстаграме мои подписчики видели то, что мне пришла посылочка. Достаточно оперативно в течение недели после заказа по почте они мне прислали ее. Значит, средств было много и уходовый, и декоративный, и на самом деле такой разношерстный набор. Я лично их не выбирала, мне их предоставили, я даже не знала, что мне, честно говоря, идет. Но, тем не менее, я как бы ожидала так 50-50, но на самом деле мне понравилось все, за исключением одного вот средства. Остальное мне понравилось все без исключения, скажем так. Так, вот, очень здоровски, не ожидала, абсолютно не ожидала, честно. Слышала много приятных отзывов, много хорошего у некоторых продуктов, которые мне попались. Но как-то вот на себе не пробовала, и такое скептическое отношение было, пока не попробую. В общем, так я, скажем, сомневаюсь. Вот, попробовала и просто, ну не знаю, я влюбилась во многие средства, которые были, значит, представлены. Так, болтологию заканчиваем. Что-то я блестеть начинаю. У меня появился новый свет. Ура-ура. Вот, значит, что мне предоставили? Начнем вот тут стоит одна. Покажу эту штуку. Это, значит, у нас, что волосинка, это у нас очищающий пилинг гель Саха и Бэхуа. Я сняла вот эту бумажку, оставила кислотами с эффектом сильного скатывания. Такая вот с помпой гелеобразная такая штука. Это было вот так вот приклеено. Но я не стала выбрасывать. Такое вот средство. Ну, тут все на китайском. Сейчас я объясню, что это за штука. Тут вот что-то 500, 500, что-то 500. Тут написано, что это значит 500, я не знаю. Все на китайском. Значит, очень приятная штука. Значит, после того, как вы умылись, вытерлись полотенцем или чем угодно. В общем, кожа сухая, очищенная, сухая. Берете 2-3 раза в неделю этой штукой пользоваться. Берете, выдавливаете, ну, там, мне 3 нажатия хватает. Растираете между пальчиками. Ну, там сказано, что на зоны с черными точками. Но я поначалу делала просто все лицо, потому что потом ощущение такое, что кожа дышит, кожа очищенная. Настолько приятное ощущение. И, в общем, наносите на все лицо и начинаете просто массажными движениями тереть, 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 тереть. И, как бы, она такая фифти-фифти, как, ну, не эмульсия, а вот, ну, гель, в общем. И частично вода из этого, как бы, геля начинает стекать по рукам. Но скатываться, в общем, он начинает. Он начинает превращаться в такие шарики. За счет этого, особенно вот на, вот, крыльях носа, где черные точки, вот тут чуть-чуть бывает, вот тут вот. Где, в общем, какие-то проблемные участки, трешь, и они больше скатываются. Есть такое ощущение, что это идет очищение, непосредственно очищение кожи. И, честно, вот я, вот, ну, не вру, реально. Я подошла к зеркалу, и вот, ну, процентов на 50, черные точки, особенно вот у носа, у меня тут их больше всего, они реально сократились. То есть, во-первых, очень приятно, во-вторых, очень необычно, ну, как бы, я могу долго так тереть, это даже не скраб, это приятно делать, когда вот оно так вот скатывается. И еще и эффект такой, то есть, вообще, крутая, очень крутая штука. Я думаю, что долговечная, намного, надолго ее хватит. Просто, я не знаю, это, я даже не представляла, честно говоря, что такое средство существует. Вот такой пилинг-скатка, это пилинг. Вот. Так, нет, я что-то не, а, нет, тот прочитала, да, с эффектом сильного скатывания. Кремообразный пилинг гель слабой кислотности с ароматом ягод, да, он есть. Мягко очищает поры кожи от загрязнений, излишков кожаного жира и ограбевших клеток эпидермиса, скопление которых приводит к тусклому цвету лица, становится причиной появления черных точек и заметных расширенных пор. Дальше идет объяснение, что такое АХ-кислоты, БХА, БХА-кислоты, апельсиновое масло, ну и, собственно, как вообще этим всем делом пользоваться. Рекомендую, просто, я не знаю, это должно быть. То есть, я не ожидала вообще, что такое вообще бывает, но оно бывает. То есть, прогресс не стоит на месте. Дальше для лица прислали вот такую вот тоже китайскую штуку, тоже тут вот это что-то такая отодрана была, ну вот как вот стояла здесь. Все на китайском. Это значит у нас глубоко увлажняющий лосьон с наноколлагеном и наногиалуроновой кислотой. Глубоко увлажняющий лосьон содержит два активных нанокомпонента, наноколлаген и наногиалуроновую кислоту. Лосьон глубоко увлажняет, активно подтягивает кожу, поддерживает оптимальный уровень влаги в клетках, придает коже упругости и локти, эластичность. Очень интересная субстанция. То есть, это как бы, он лосьон, кажется, что он должен как водичка вылиться, да, и вы как бы протерли ватным диском, и как бы все нормально. Он так не делает, он, мне просто вытереть нечем будет. В общем, он таким, как бы, он кажется немножко, вот видно, что он жидкий, да, он как вода кажется. Но когда вы выливаете его на ватный диск, он как бы густеет, и когда вы разносите его по лицу, он как бы обволакивает кожу. И можно его вот, например, на ночь, я его за место какого-то крема, я только его нанесу, и мне достаточно. Тоже очень клевая штука. Действительно понравилось. Я вот честно, я не ожидала, просто вот... Я была в Корее, я училась в Корее полгода. Да, это китайские средства, но также и корейские средства просто шикарные. И корейская косметика просто шикарная. И жив там я попробовала несколько продуктов, но насколько тогда я не очень, как бы, заинтересована в этом была. Поэтому я много там не скупала. У меня были... Был тональник, мне очень нравился. Ну, я на все лицо не... Несколько раз только пользовалась. Пользовалась в основном на нос. У меня капилляр раньше лопнувший тут был. Очень много у меня лаков для ногтей было, которые не желтили абсолютно ногти. От марки, сейчас скажу, как раз она тут есть. По-моему... А, фуд... Фуд, фуд... Господи, как она называется-то? Блин, фуд-боди, бодифуд. Скин-фуд, вот. Еда кожи. Вот от этой марки очень хорошие лаки для ногтей. И китайцы тоже японцы. Это Япония. Made in Japan. Japan. Япония, да? В общем, вот они тоже молодцы. Тоже делают отличные. И там очень много на сайте таких вещей. Просто, я не знаю, целый день можно сидеть и смотреть, что у них на сайте. Сколько вообще-то добра, сколько этого всего. И там просто от всех недугов кожи, по-моему, там, ну, огромное количество вот азиатской косметики. Просто, я не знаю, причем очень быстрая доставка и огромнейший выбор. Просто нереально огромный. Очень здорово. Я просто в восторге, честно. Я надеюсь, что дальше я буду дружить с этим магазином. Вот. Дальше. Дальше. Из уходовой. Такое вот яблочко. Все знают яблочки, всякие томатики, лимончики, яйца всякие. Ну, в общем, мне прислали такое вот яблочко. Это дневной крем с... Тут ложечка. Была. Тони Молли называется. Дневной крем с экстрактом яблока, очень жидкий, с экстрактом яблока и медом. Меда не очень, честно говоря, чувствуется, яблоко очень чувствуется. Как будто вот яблочное пюре. Запах такой. Это дневной крем, но вот это единственная вещь, которая мне не понравилась. Он очень жирный, он очень липкий. И у меня вот, когда такую консистенцию кремов я наношу на лицо, у меня создается как будто парниковый эффект. Мне очень неприятно, мне хочется его быстрее смыть. Поэтому вот это единственная вещь, которая мне не подошла. Поэтому... Поэтому вот. Все. Дальше. Дальше из ухода... О, из декоративки. Прислали вот такую вот пудрочку. Вот так вот она выглядит. Тони Молли тоже. Сейчас прочитаю. Пудра фиксирующая. Действительно, она фиксирующая. Если поверх тональника вам нужно какое-то легкое покрытие. Не вот, например, моя Крем Паф, она просто перекрывает все. Она даже без тональника закроет все какие-то красные точки, еще что-то. А если нужна тонкая такая вуалька покрытия, чтобы закрепить тональник или... Ну вот просто как-то психологически вам нужна пудра, но тонкая покрытие это самое то. Единственное, подписчицы, когда у меня увидели, сказали, что очень интересно про пудру. Вот, говорю про пудру. Пуховочка здесь такая. Открываем. И классические тут дырочки. Единственное, я не очень люблю формат таких пудр, но так как рассыпчатая, что еще ожидать. Потому что, ну, не очень. Мне хочется как-то сразу разом все покрыть, а тут очень долго. Просто получается встряхнешь, сделаешь, встряхнешь, сделаешь. То есть очень много раз надо как бы так вот проводить. Но это все бог с ним, потому что эффект от нее просто потрясающий. Она матовый финиш создает, особенно если после тональника все-таки... Лицо немножко как-то поблескивает. Она его матирует. Она закрепляет. Она делает такой вот окончательный идеальный финиш. То есть все, что надо как бы от пудры делать, она делает. Причем в таком легком покрытии. И она как бы настолько хорошо... Ну, просто я даже ее на голую кожу наносила. Да, я какие-то свои несовершенства закрыла корректором. Сверху я нанесла эту пудру. Не очень хорошо она, конечно, перекрыла. Но вот именно поверх тональника это идеально. То есть она очень крутая. Просто я... У меня не было никогда... У меня была рассыпчатая от Clorans. Она мне как-то не очень понравилась. Вот эта мне нравится гораздо больше. Просто супер. Очень клевая штука. Очень рада. Вот. И очень рада такая вот большая банка. Дальше были присланы... А, ну давайте это вот все в пакетике было. Дальше такая вот подводка для глаз от... Тоже корейская. Тоже это все Тони Молли. Такая вот. Тут сразу в колпачке идет кисточка. Кисточка достаточно... Она не настолько острая. Она достаточно... Ну не очень острая. Это она просто после использования острей стала. Достаточно хорошо вот то, что она прям вставляется. Тут идет крышечка такая. И сама подводка. Черная обычная гелевая подводка держится хорошо, наносится хорошо, очень мягко наносится. Смыть реально сложно. Вот обычно какими-то... Вот только смывка для глаз. Я иду как бы, когда смывать макияж, я просто своей умывалкой смываю. Да, это неправильно, но я так делаю. Вот. Смываешь умывалкой, и вот эти стрелки, они остаются. Они бледнеют, естественно, но все равно они остаются такими же, на таком же, на этом же месте, где они и были. Приходится смывать дополнительно этой умывалкой для глаз. Стойкая. Конечно, если вы под дождь попадете, я думаю, она не потечет. Но если вы прямо все будете тереть, она чуть-чуть останется. Ну, основной, конечно, смоется. Но, в общем, суть в том, что сложно ее смыть. Хорошая штука. Единственный момент. Я не очень люблю вот эти кисточные, кисточные подводки. Я привыкла к своей L'Oreal Super Liner. И как-то на ней, я думаю, я останусь на всю жизнь. Вот. Но, тем не менее, у меня была гелевая подводка. Когда я ее приноровилась, только ею пользовалась. Она мне нравилась. Потом у меня просто вот такая фишка. Если я приноровлюсь к чему-то, то я на нем и останавливаюсь. То есть, потом мне нужно перепрыгнуть, и я долго пользуюсь какой-то другой вещью. Ну, в общем, вот это тоже очень хорошее. Кто любит подводки такие, кисточку можно в любом случае заменить на какую-то другую, которую вы обычно пользуетесь. Хорошая, качественная подводка. Во. Супер. Дальше были присланы такие вот румяшечки. Очень такой девчачий вариант. Прям принцесса. Принцесса, Dream Me, Petite Blusher, оттенок 03. Такие вот румяшечки с пуховочкой. Тут было Dream Me, немножко стерлось уже. Наносить, кстати, прямо пуховка очень удобно. Я не фанат наносить пуховками. Она, кстати, немножко с такими небольшими частичками, какими-то мерцающими. Но не прям что шиммер какой-то. Чуть-чуть очень-очень редкий. Кое-где есть, появляются. Просто вот так за бантик беру. Вот так вот. И на щёге. Кстати, сейчас они на мне. Вот. Очень клёвые румяшки. Достаточно стойкие. Единственное, мне цвет немножко... Когда кожа загорит, я думаю, что будут они хорошо. Я просто не очень люблю такой вот рыжий цвет. Но, в принципе, по-моему, очень даже и на мне и сейчас неплохо. Они немножко рыжеватые. Но ничего страшного. Я загорю и будет нормально. Вот. Тем более, там, я думаю, оттенки-то есть. Я как-то не очень посмотрела. Поэтому само качество румян без вопросов. Просто оттенок немножко не каждый день, когда только на загар. Дальше вот такой вот, я не знаю, помада, блеск для губ, тоже Тони Молли. Такой вот с мордочкой, с такой колпачок. Оттенок 04. Значит, называется Petite Bunny Gloss Bar. Открываем. Я даже не оторвала, чтобы вам в целости показать. Сейчас они на мне. Очень приятная текстура. Это вот как, я не знаю, помада, блеск. Короче, все в одном. И очень приятно наносить. Единственное, как бы оно тоненькое, но ничего страшного. И наносишь, когда такой приятный, такие настолько мягко становятся, что хочется всю упаковку вот так просто вымазать. Потому что очень приятно, когда прям такое ощущение приятное по губам. Он очень мягкий. Я назову это блеск, потому что я помадой это не могу назвать. Это как блеск идет. Но цвет у него очень яркий. Что хотела сказать? Короче, очень клевая штука. Единственное, она достаточно быстро смывается вот на мне. Как-то я, не знаю, много говорю, наверное, много пью чая, много всего. У меня очень достаточно быстро она, но пигмент немножко остается. Если его возобновить, как бы носить можно, не знаю, полноценно, целый день. Единственное, он не единственный, а он не липкий. Он такой вот как будто водянистый и увлажняющий. Такой приятный на губах. Прям так мягко. Ой, здорово. Такая вот штука. Я реально вот очень-очень рада. Действительно, очень клевые вещи. Дальше предпоследний момент. Это вот такая вот тушь. Cat Swing 3 Go Mascara. Такая вот тоже с мордочкой. Где у нее тут мордочка? Вот мордочка. Кошачья такая мордочка. Тушь, кстати, щеточка похожа, по-моему... Почему я все время нюхаю? По-моему, на MAC похожа, зум-зум, или я вру. На какую-то тушь похожа. Кстати, у Ева Мозаик на подобии тушь выходила, там гораздо уже. Щеточка была. Честно говоря, не ожидала абсолютно ничего от этой туши. Таких щеточек миллион видела, миллион пробовала. И, ну не знаю, ну тушь и тушь. Я вот... Кто меня долго смотрит, знает, как я люблю Clorance тушь. Wonder Perfect Mascara. Я даже ее забросила. Я пользуюсь этой тушью. Вы представляете, насколько мне должно понравиться, чтобы я бросила то, чем я пользуюсь... Сколько? Год, наверное, я той тушью пользуюсь. Я просто в восторге. Сейчас я хочу просто показать глаза. Она отлично разделяет. Вот глаза. Отлично. Вот на этом больше видно как-то. Отлично разделяет, удлиняет. Не знаю, чернит нормально. То есть все, что нужно от туши, она выполняет на ура. И я поняла фишку. Вот спустя два года блогерской карьеры я поняла, что мне нравится тушь с коротенькой щеточкой. Ну, то есть вот коротенькая вот эта палка должна быть. У Clorance она длинная, да, как бы все круто, тушь хорошая, тушь нравится. Но я поняла, что мне вот только с этой тушью я поняла, что это идеальный формат туши для меня. Вот просто вот очень. Я не знаю. Я готова прыгать и хлопать, как ребенок в ладоши. Очень здорово. Ну и дальше был такой вот конвертик прислан, запечатанный. Там были вот следующие продукты. Визиточка их. Так вот, BB Face они называются, но я ссылочку вниз скину. Такая вот прищепочка была. Был пакетик бумажный еще вложен. Такая вот прищепочка на нем была замечательная с сердечком. И было вложено пять продуктов. Сейчас расскажу о них. Вот такие вот легендарные. Конечно, BB кремов всех у них там вот из корейской серии все есть. То есть выбирай не хочу, покупай не хочу. Мне прислали вот такие вот три. Этот с оттенком, вот этот с оттенком загара. Он как бы пока не вариант мне. Вот такой вот, вот этот самый знаменитый их. Я вчера попробовала вот этот и поняла, что я нашла идеальный тональник. Кто опять-таки смотрит долго мой канал, знает, что я ищу идеальный тональник, не могу найти. Я его нашла. Я очень хочу еще попробовать у них много других, у них разных есть тональников. Но вот именно этот мне пока просто идеален. Он немножко мышиный такой вот оттенок дает, сероватый такой цвет. Но для моей кожи он идеален. Потому что я действительно вот такой цвет натуральный у меня мышиный. Ну вот у нас в Питере все мышиного цвета ходят. Сегодня вот на мне сейчас и пудра сейчас, кстати, на мне вот этот. Они примерно одинакового свойства. Тоже антивозрастные, как бы с SPF, все эти коллагены, увлажнения. Все-все-все они примерно одинаковые. Но вот как бы вот этот мне понравился все-таки больше. Не знаю, они одинаковые, вот кажется. Но вот почему-то понравился больше вот этот. Вот, вот так вот. И дальше вот я эти еще не попробовала, каюсь. Вот любимая многими там вот Tomatox масочка. Не попробовала, не знаю. И Black Eye Purprimer. Такую вот штуку тоже не попробовала. Будет время, буду наслаждаться. Вот. Еще не попробовала. Как-то все за раз не хочется угроховать, скажем так. А обзор хочется быстрее сделать. В общем вот, заболтала я вас, наверное, жутко. Все. Всем спасибо за внимание. Обязательно пройдите по ссылочке. Обязательно закажите хоть какие-то продукты. Попробуйте. Потому что если кто-то не пробовал азиатскую косметику, попробуйте. Если кто-то ищет тональники, попробуйте, я вас умоляю, эти тональники. Потому что их не зря блогеры хвалят. Вот честно, вот не зря. Я теперь одна из тех блогеров, которые действительно будут нахваливать эти тональники. Я очень надеюсь, что попробую еще несколько из их магазинов, из этой серии азиатских BB-кремов. И какой-то я все-таки полную версию куплю и буду уходить и радоваться. Вот. Все. Всем спасибо за внимание. Оставляйте комментарии, подписывайтесь и будьте красивыми. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok